Дает о себе знать, не знаю почему так резко, раньше у меня вообще на легасике, я сегодня, я вам отвечаю, сегодня я вот так вот пиво взяла вот сейчас, я просто сегодня таблетки, я не знаю раньше, как раньше гулять было, бля, пьешь как лошадь, а сейчас, вчера выпила два пироля вообще два, и сегодня я вздыхаю, круто, молодец, шо клип, мне понравился, бе-бе-бе, какой клип? Расскажи свое мнение о медовом массаже, пробовала медовый массаж, я в домашних условиях делаю, я вот это, которое заварное кофе, ну поняли, которое вот это, беру мед, ну и просто, когда в ванну ложусь, я когда уже смываю ванну, я начинаю очень сильно тереть всю кожу, прям конкретно такими, ну типа этими, и потом я все это смываю, а так именно, чтоб ходить, нет, я первый раз косметолога была, девчат, я, короче, это, еще буду перенаращивать волосы, короче, нарастила, они у меня все полетели, потому что кто-то под названием Елена Баранова додумалась помыть голову салуэвера. Как дела у мамы? Мамы сделали сегодня предложение, мама счастливая. Мне кажется, что нужно что-то женственное такое завозить. А, как тебе, господи, честно тебе сказать? Я не знаю, так в жизни хватает депрессников, и ты еще с этим клипом, у меня хватило на минуту клипа, где он там что-то за ангелом говорит, а потом у меня начался мозг плавиться, потому что говнища и негативов и так хватает. Короче, я буду делать большой суш, наваливаю сейчас туда и креветок, и все. Я вообще, я узнала, что есть курсы, где варят этот крем. Буду, белая ведьма, буду варить крема. Кстати, вот мне нравится, я не знаю почему, но мне очень нравится эксплайдок. Придумают что-то такое. Что не такое, как всех. Не знаю, это почему-то у меня с детства такие мега-таланты. Поэтому, может, открой себе суши-листок. По поводу шмоток, да, песня дальше. То не песня, то взорви мозг. О, Ярослав, привет. У меня тут суши-листок, беда, оборона, бай. Так, так что, короче, вчера было джаз-кафе. В расстроенных чувствах это вообще... Меня расстроило, что наш киев превращается в блядосход. Бабы исчезают нормально. Особенно печально видеть своих знакомых, подружай, которые стали просто как перерезанные утки. Как я благодарна маме с папочкой за свою вардашку. Потому что... Так. Сейчас в Филадельфии добавлю. Сейчас у меня будет вообще... Эмма. Кто чем занимается, кстати? Вы знаете, что, ребята, что будет минус 30. И вообще сказали, что Майя... Вот допросы. Кто ничего не снимает. Допросники. Инстаграмные. Все-все надо знать. Все прям... Наступит время, все расскажу. Случайно подписалась на тебя еще с Дорода. Скажу, что ты очень изменился в лучшую стоп. Ой, мне, кстати, все говорят, что... Я стала очень... Хорошая. Милая. И что... Конечно, блядь, после этих долбанных отношений с сорокой. Неадекватных. Я недавно зашла, пересматривала все с собой. Наруто. Господи, честно, ребят. Хотела посохранять. Выложить в инстаграм, подумала. Позорище такое. Не-не-не. Так. Сэй великий Джо. Смотрите, какой год. Мне кажется, это всегда было хорошее. Я хаваю аджику с хлебом. Что, Майя не будет? Не, до Майя будет холодно. Очень холодно. Даже говорят, что снег будет не спадать. Вот такая холода будет. Ну, сейчас вот, реально, я думала, сегодня к маме поехать, помочь ей дрова там порубать, вообще воды наносить. Ну, у нас все недавноки, понимаете? Кроме меня, кто ездит. И, бля, ну, туда нереально доехать, честно, там все заметно. Там рис-то есть? Да есть, есть. Ой, креветка упала. Короче, я буду брать и есть. Ой, я к шарму. Просто был момент срыва, она хорошая, как была, так и осталась. Да, очень был. А зайка, представляешь, сколько я в жизни пережила? Во-первых, смерть отца, 13 лет. Переезд в Чернигов, потеря дома. Я жила в селе, меня издевались. В школе все меня четыре раза избивали до полусмерти. Поступление сюда, всякий конкурс, эти завистницы вся. Дом 2 психологически меня поедет. Клевета в мою сторону вечная, из-за того, что бабы меня всегда не переваривали в Киеве. Да вообще, знаете, сколько тут, сколько у меня навалилось. Вечно отношения были, бросали меня эти толпоебы, с которыми я встречалась. Да нет, я, честно, вспоминаю сейчас стататы. Я рада, что он позади, что я сейчас начинаю просто понимать людские нормальные вещи. Пишу, как можно жить и как можно нормально. Так. Любишь своего парня? Ой, пристали. Обожаю. Прям. Души не чай. Какая-то ты невезучая. Я самая везучая, зайка. Поверь. Невезучая рано или поздно становится самая везучая. Потому что я прошла все испытания, все, что я прошла, меня только укрепило, сделало сильное. Наоборот, другим людям делает так, что я могу им что-то рассказать, что-то помочь. И просто показываю примером, что никогда не надо падать духом. Надо быть сильной и идти к своей мечте, несмотря ни на что. Ты придумаешь эту историю? Нет. Сейчас будет все хорошо, и держи его с пиццолетом. Ладно, спасибо. Нет, я не придумаю эту историю. Это моя жизнь. Угу. Она у меня вот такая. Интересно долбанутая. Ну. Кажется, если у меня была другая жизнь, у меня было бы скучно. Где Инка? А мы вчера посидели, а она же все в квартире живет. Общались в старые добрые времена. Короче, буду две недели есть свои суши, походу. О! Гляньте. Сейчас их вырежу. Пока дело суши уже льет. Такая правильная штучная лица от того, что было раньше. А я просто, ну, когда съездила в эту... Я когда съездила в Одессу, ой, Карпатая, без телефона оказалась. Ой, у меня там... Спасибо, там собака чуть бы меня не довела домой. Там меня все бросили. Мне было 13 часов... Ой, в 19 часов в поезде я не могла уснуть. Я просто ехала, плакала, думала. Я так трясло. Такие там, конечно, мистические вещи пережила. Боже, посмотрите на эти принцессы. Эмма! И это. И все, я приехала. И как-то я съездила... Чернигов в монастырь к маме. И я полностью решила поменять свою жизнь. 180 прадусов. Ну, я уже наелась. Я очень сильно люблю носить женские трусики. О, господи, даже не буду это читать. Это такой бред. Мне тут, когда вы пишете, так... Да, я уже все. Я только тела сушу. Просто у меня целая тарелка еще риса и креветок. Прошу делать. Как жить. Ну, сушист бы с меня... Хоть я умею готовить, сушист бы с меня вышел никакой. Во, не мое это, походу. Суши. Я не знаю, как они эти суши делают. Суши. Такая кропотливая работа, мне кажется. А здесь еще надо. Ну, это, наверное, с временем люди научат. Я все-таки предпочитаю, наверное, заказывать. Потому что если взять, там посчитать Филадельфию, креветки, все это войдут, а выходит... Милота белая, приветик, приветик всем. Кстати, очень сильно ко мне как-то отношение поменялось у девчат. Мне так приятно. Мне очень там пишут хорошие слова. Действительно, как-то очень... Не знаю, я просто поняла, что... Когда пишешь, ты так поменялась, ты такая стала. Да нет, у меня сейчас очень много. Я очень хочу. Но я вам скажу, я сегодня по спорту сделала стопчик. После тех тренировочек, которые я в Ютубе включала. Я... У меня крепатура, я не могу. У меня жопа. Пресс, ноги. Все так болит. Привет. Я тоже решила поменять свою жизнь, потому что... Я выпустила такой клип, я вложила на такую негативную эмоцию, чтобы подвести черты и поставить точку своему прошлому. Давно пора. Так избавлялся дню. Где твои подружки? Нет моих подружек. Я исключила всех. Я могу, типа, общаться там. Но желательно хочу у всех убрать жизни. Потому что... Подружки, знаете, подушки. Ну что, оказались очень двухликие суки, которые на глаза одну говорили, а за глаза другое. Мне очень обидно, когда ты защищаешь постоянно, везде тянешь, знакомишь, все делаешь, выслушаешь сопли, а в конце концов тебя... Тебя просто берут и твоему знакомому расскажут, что ты там, блядь, проститутка, наркоманша, алкашка, и что я вообще там самый ужасный человек. Молодчинка, Вероника. А Вероника, я с ней после Карпата не общаюсь. Я с ней, я с мамой ее общаюсь. А с ней, я знаю, что она в Харькову уехала, как-то желание. Может, попозже будет желание, но сейчас... Не знаю, я сейчас ушла, честно, у меня сейчас начинают появляться новые знакомства, новые девчонки. Взрослые, там, косметолог, что вот там я ходила на ресницы делала. Мне действительно интересно с ними общаться, которые на 7, на 8 лет старше. Которые что-то понимают и говорят, что-то несут, и что-то какой-то толк есть. Когда толка нету от этого дружбы, чисто побухать, погулять, нахер, ну, надо. Я вам вчера вышла, выпила два пироля, потанцевала, с сыном посидела, и все, у меня за головой хватило. Чем вообще занимается? Вот как ваша сибутка проходит. А Вика, Вика, тоже Матуша Ева умерла, Вика еще оказалась тоже двухликой. На меня очень сильная грязь несла. Мне это вылезло, все мне это рассказали, мне было очень обильно. Как и ладно. Я после поездки в Драгобрат, я их треки исключила, потому что, во-первых, они меня бросили там одну, ехали на поезде. Я ехала на поезде, их с собой забрала. Типа, мы ехали в машине моего знакомого, и везде были, они везде меня бросили. Ну, такое. Я вам скажу, я всегда всех прощаю, но сейчас уже наступил момент, что я никого не хочу прощать, я просто делаю выводы, я просто взяла прошлое отрезанное. Знаете, как колбаса, там берется, режется сильно. Такие. А Вика, которая с тобой вот здесь, покажи свою собаку. Плохие у тебя подружки. Ну, Эми, 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 вот она, Эми, я ей поставила такой, Эми, Эми, она уже наконец-то в доме. Я сама выбирала свое окружение, понимаете? Скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Когда я тянулась к нашим девкам, которые меня тянули везде, тусить, гулять, но я не думала своей головой, что это может навредить моей репутации, навредить мне. Какая я сейчас, мне никто, я всех поблочила, никто меня не дергает, не тянет никуда. Я себя нормально чувствую. Нормальная девочка. Короче, у тебя Харька зовут тебя. Какая, мать, Эми, дорогая собака. Эми вышла 24 тысячи, но это со всеми документами, с плитцами и все. Ну, вообще, такие микро, они стоят, ну, от 4, ой, от 40 тысячи выше. Ну, полторы тысячи евро, это минималка. Эми просто мы выхватили, ну, я реально, это собака, я не знаю как. Я реально... Бля, я уже наелась, я уже не хочу есть. Сори, запомню, нет женской дрозвы, я это знаю. У меня мама когда-то тянула в дом, всех, кого не лень. А в конце концов, когда папа не встал, то возле мамы никто не оказался. Как у меня. Девцы были, когда я лежала, лицо мое было разбито, когда меня на улице лакировали. Когда мы в жизни где-то было, где все были отпустить. Не где. А когда все появились, когда у Лианы началось все наладить. Поэтому, ну, это просто я всегда всех отпущаю, никогда не делая выводы. Это моя очень сильная ошибка, которая мне надо... Ну, это все с годами, но... Пально было вычеркивать все, но я рада, что так сделала. Лена, ты за ночь заработала себе покушать? Что с обретли, Лена, ты за ночь заработала себе покушать? Ты ебанулась, блядь, нахуй? А ты, блядь, себе насосала покушать? Господи, блин, у меня мечта завести свинку мини-пиги. Нет, я просто решила не идти в ресторан. Мне просто рестораны надоели, доставки. А я решила приготовить. А я вот... Такое бред полный. Уже мне интересно, что у людей в голове, когда ты такую хуйню пишешь? Что у тебя, блядь, в голове, когда ты сидишь вот там, в эту сторону? Я такую хуйню пишу. Я вообще не понимаю. Мне просто интересно, сколько люди злые, завистливые. Не могут нормально просто провести вечер и пообщаться, позадавать нормальные вопросы. Какие-то... Чтоб я кому-то такое написала, блядь. Блядь, я не могу, жюри застал, что его выкидывать? Я рада, что у тебя все хорошо, ты этого заслужишь. Спасибо большое, очень приятно. Правильное окружение? Да, очень важно. Правильное окружение, правильные люди. Если нету правильного окружения... Даже... Вот как я вчера с Ином и посидели, опять села, уехала. Была вот это кто-то мой знакомый другой. Блядь, меня бы понесло. Давай туда, давай туда, поехали еще в Хэвен. А сейчас я понимаю, что когда у меня нормальное окружение, нормальных людей, то и в жизни все нормально, понимаете? С фейков пишут. Те в гости кто-то... Да не, я сидела, у меня что-то такое после вчерашнего депрессняк был, потому что я в клубе встретила очень много своих старых знакомых. Они были все обнюханные. Хочли какие-то бурхи. Начали что-то... Какую-то дичь мне заливать, что-то такое правильное. Я, что-то сегодня целый день реально истощен. Я в последнее время очень сильно энергетически много людям даю свою энергию. Я... На меня люди раньше не влияли, сейчас очень там тухну. Знаешь, я, что-то такая подавленная была. Я хочу куда-то выйти, а потом думаю... Так, сейчас я сама сделаю себе ресторан. У меня были креветки, Филадельфия. Ну а где ты берешь деньги и продукты, если ты не работаешь и дома сидишь? Я же сказала, что я... У меня есть молодой человек, все. Папик, Масенечка. Я заслуживаю, чтобы за меня был хороший молодой человек нормального возраста. У тебя что уходит? Сами гости нет, спасибо. Нарезай свои гибридные ровы. Такие бреды. Я вот не могу понять. Я вот кому-то в кошелек лезу. Я вот кому-то из вас... Вот, кстати, я сейчас вам напишу. А ты где работаешь? А где ты деньги берешь? Или напишу, что ты за ночь насосала? Или заработала за... Вот, блядь, вот ставьте иногда на уровень, какая моя выдержка. Сильная. Что уходит на пилку? Да-да-да. Это маленькая тайна. Это... Ничего, я сварила рис вместе с мидиями, с крабами и с креветками. Взяла огурец. И все. Сейчас их подморожу, нарежу. Как будто я... Ну, салон... Ой, блядь... Ресторан. А ты Елены Барановой. Леночка... Я завидую, тебя забей. Да, ну, блядь, я на себя обращала на всех внимание. Я вам это серьезно говорю. Поэтому я исключила. Я хотела Инстаграм удалить. Но потом, я думаю, я столько сил, столько вложений в него вложила. Это вечеринка. Леночка, я так рада. Спасибо. Я сейчас буду больше, потому что бабушка лежачая, мама за ней смотрит, и надо ездить помогать. Кому-то везет, а кому-то нет. Не завидуйте. Ну, чтобы повезло. Сколько я всего в жизни прошла, сколько я людям помогала. Я никогда в жизни никому не завидовала, не ставила себя выше всех. Всем все надо знать. Что же вас так волнует? Где она берет деньги? Я не улаживаю. Пойду тоже сделаю. Ну, да. Весь я привыкла зарабатывать. Господи, что за бред? Когда человек в отношениях... Типа, это что в твоем понятии? Я взрослая девчонка, мне 25 лет. Понятно, у меня есть секс? Ты хочешь на эту тему поговорить? Или поговорить на ту тему, что нормальный мужик, который адекватный, он никогда своей девушке не даст работать. А если даст, то создаст какой-то бизнес, чтобы она кайфовала. Хочешь встретиться вчера, я буду рада встрече. Пока что сейчас, ну, я же не до я никак. Как хочет, так и зарабатывает. Тебе какая разница? Ой, как я люблю хороших, нормальных, адекватных людей. Так, скажите мне, кто знает? Слушай, надо, типа, холодильник на 5 минут поставить, а потом резать, правильно? Если я не ошибаюсь. Или я могу ошибаться? Короче, напишите мне в 3 минуты. Я просто, я честно, я раньше еще расстраивалась, обращала внимание. Я не могу понять. Почему? Я наоборот, когда я в Тайре продала, я радовала, что у меня адекватные подписчики, с которыми можно пообщаться, обсудить что-то, задать вопросы. Что, нормальные у меня на лице? Люди, которые видели, сколько я всего проходила, что не злые. Мне бы дома сидеть, чтобы меня обеспечили. Почитала об этом. Порежь. Нет, намочи ножи режь. Лучше не ставить, пустым ножом режусь. А, типа, не ставить, короче, блядь, не надо в холодильник ставить. Так, я хочу, ну вы меня сейчас, это, запутрите масло. Я хочу сушить. Итак, Елена Боронова. Сейчас будем резать. Только я поубираю, я не могу. У меня, если честно, у меня фетиш на порядок. Я, короче... Когда он у тебя появился? Ты только недавно была, что у тебя все хорошо. И тут парень, который тебе снял квартиру, иду, оплачу. Начиняю, у тебя подрабатываешь, какие папики у тебя. Что за бред? Боже, господи. Я не снимаю квартиру. Почему нет красной рыбы? Закончилась. Квартира у тебя шикарная. Не у меня. У тебя же долгое время не было плавно. Но это логичный вопрос, когда девашься, платишь за жилье. Думаю, как все будет. Ну, это да. Я режу сразу. Только нож, воду смочу. Ну, все. Ну, рыба закончилась. Так. Так, и вот дельфий добавим. Короче, девчата. Просто качайте жопу. Развивайте свой мозг. Становитесь хозяйственнее. Ну, куда у вас и парень. То есть у вас будет и любовь, и семья. Потому что просто только работать. В жизни, знаете, мужики выбирают для жизни. Женя тут не пишет. Ой, писал. Записывали сегодня. Могу, я его заботила. Или много у меня. Когда я с ним что-то связано, у меня начинается истерия. Он просто... Был эмоциональный нампир, который меня высасывал, и все. Я не знаю, что ты позади. Ленка с женатым связалась. Боже, что за... Конечно. Женатым. Женатым. Да, мы... Засыпали. О, я детей рожу еще от женатых. К маме ездила с женатым в гости, да? В церковь ездила с женатым в гости. Ой, мистер. Все, девчата. Живу я у парня. В его квартире. Все, серьезные отношения. Очень серьезные. Как похудеть? Который меня обеспечит. Все. Я хочу работать, но... Работать буду шоуру делать. Все. Все вопросы. Показывать его не буду. Рассказывать и политься как Женя нет. Счастье любит тишину. Все. Все вопросы отпали. Он не женатый. Хормальный классный парень. На 7 лет стаж. Не могу. Просто мы уже так достали уже все этими допросами. И... Лена такая Лена. Так, надо, короче, сейчас его это все нарезать. Телалову добавить. А где он постоянно сидит одна с собакой постоянно? Познакомишь как с ним? Не, я не познакомлю. Никогда забудь. Мне кажется, у меня даже свадьба будет. Я зря с ним убиться. Нет. Я не знаком с моей семьей. Больше... Я сделала ошибку, что Карпатый повезла его с бабами. Которые потом ему звонили и предлагали вместо меня быть. Мне уже не надо это. Работает. Просто быть честной. Спасибо, дорогие мои. Так, все. Я сейчас буду резать сушу. Сейчас. Итак, салон. Салон будет. Я уже все. Я уже все в этой жизни. Даже уже суши началась. Я просто... Уровень. Бог. А вот этот нож всем, кто хейтерам и всем моим чиновистам. которые будут плохо про меня говорить. Вообще, я поняла, что я просто умная девушка. Которая знает, чего хочу. И я по головам не еду. Я просто получаю то, что я хочу. Здесь слушаю. Шка, София, это Вишнева? Ну, да. Ты умничка, сильная девочка. Спасибо большое. Господи, бэмбэ. Ну, все, услышала. Как познакомились. Ой, это было очень... Такая... Сегодня ровно месяц. А к тому расскажу очень интересная, сильная история. Эмма, что ты поможешь? Или, может, что ли? Саня, есть какой-то постер нож? Постер. Какой большой. Эмма, большой. А есть кто? Ну, постер. Какой-то постер. А еще есть клиника. А что за клиника? Да, перепьем уже. Какой? О, Вась, включи новый канал. Там какой-то Инна пишет. Инна, посмотри, какой я молодец. Я сегодня, конечно, умирала, но я встала и решила наделать сушь. Раззубавить свой... Блин, короче, ребят, воно нихера не режется. Блин. Понятно, все. Все, может, его не резать? Потому что сейчас, короче... Да ладно, Инна, ты знаешь, что я люблю. Ну, все. Хорошо. Ах, чтобы сушились, что все улыбнул. Так вот, я делаю машину. Ну, едя. Короче, мои дорогие господа. Пускай так будет просто красиво лежать. Я в Инстаграм сфоткаю, какая небедная хозяйка. Возьму и буду макать и есть. И все. Ладно, все. Всех люблю, целую. С вами была Елена Буранова. Спасибо за прямой эфир. Спасибо за то, что со мной. Спасибо за адекватность. Я катаю. А за неадекватность. Хоть дядька, слушай. А за неадекватность. Нет, такое. Ну, в любом случае, прямой эфир показался вообще на свете. Посмотреть, кем их нет.